Мамонт 18 июля 2014 года Пригород Якутска с Жатай Катамаран Негордый экипаж в составе Вадим Ракитин и Иван Спицын Стартует в длительный поход Из Якутска в Дудинку По Лене, по морю Лаптевых Через Таймэр, через Карское море До Диксона, а затем по Енисею до Дудинки На этих кадрах я произношу Прощальную речь Что-то вроде Нас никому не сбить с пути Нам все равно куда идти У нас такое влечение Искать на попу приключения И через несколько минут мы уходим Как выходить? Насеевр день Это понятно, что насеевр Но может быть здесь Между островами есть проход Первые полтора дня ветер нам был попутный Мы очень шустро прошли километров 430-450 Но, к сожалению, ветер сначала Снизился почти до стелевого А потом начался встреч Ну вот сейчас мы проходим ночью Мимо лесных пожаров Пожары эти вдалеке от жилья Поэтому их никто не тушил Вот слышно, как ревет пламя Пожар А на утро уже включили другой ветер, встречные силы, и нас он сопровождал практически на все лени, прекращаясь лишь на считанные часы. Сильный встречный ветер, сейчас он немножко поменялся, поэтому барашков не видно, весь день с ними боролись, но вот решили встать на ночь. А вот Иван сейчас будет заниматься отправкой ветра, и с встречным он будет его делать попутно. Нашел старый автобусный билет из города Якутска, счастливый, и сейчас будет закусывать спирт этим билетом. Цифры-то видно? 036-009, если кто-то не видит. Реально счастливый. Но теперь об этом узнает вся страна, эти цифры. Маршрут 109 какой-то, Якутска-Жутай, лучший маршрут России, всем закручиваем. Ну как она? Якутска, билеты печатают на жесткий билет. На одной из стоянок попалась крупная щука. Она была слишком крупна для того, чтобы мы могли ее съесть. Пришлось ее в конце концов выпустить. Ну вот с этим и справимся, не тот же с предыдущим. Блин, срана килограмма была. А вот это наша стоянка на острове Аграфена. До этого погода была жаркая, пока мы шли от Якутска до Полярного круга, градусов 30. А сюда мы пришли ночью, во время внезапного похолодания, градусов до 7-8. Поэтому первым делом, конечно же, посушиться, погреться. Берега Аграфена, в отличие от тех берегов Лены, ниже Якутска, которые нам встречались ранее, высокие, обрывистые и вообще очень симпатичное место. Стоит указатель, Полярный круг. Рядом находится поселок Жиганск. А вот сейчас вы увидите якутского жителя Александра по прозвищу Волчара. Он занимается перевозом небольших грузов от Якутска по всей Лене. Иногда доходит до самого Тикси. Он появился на нескольких туристических путешественных форумах и рассказывал там о волнах на Лене какой-то совершенно фантастической высоты. Называл он их трехэтажными. Но сейчас в разговоре с нами этажность сегодня немножко уменьшилась. Теперь они у него опасные и крутые, но уже только двухэтажные. А вот это поселок Жиганск. Мы сюда зашли для того, чтобы заправиться топливом. Это последняя цивилизованная заправка на Лене. Дальше у нас в смысле топлива будет полная автономка. Но мы об этом еще пока не знаем. Продолжение следует... После Жиганска Лена стала более живописной. Появились скалы, появились сопки. Но встречный ветер продолжался и здесь. По реке гуляла крупная волна. И нам приходилось зачастую идти совсем рядом с береговой кромкой. Хотя здесь было слабее течение, но волны было меньше. И ветра как будто было меньше. Так мы потихонечку двигались на север. Один из редких моментов движения с попутным ветром. Это пресловутая Ленская труба. Прямой как стрела участка реки. Протяженностью километров 50-60. Относительно не широкие полтора-два километра. Берега у него высокие, скалистые. И думаете, что во время северного шторма волна больше двух метров здесь не является редкостью. Ну да. Сейчас мы приближаемся к острову Столб. Остров Столб – знаковый остров. От него начинаются три основных протоки Ленской дельки – Трофимовская, Быковская и Оленекская. Оленекская протока выходит в море Лаптевых, в Оленекский залив и ведет от острова Столба на запад. Ну, собственно говоря, мы по ней и собирались продолжить наше путешествие после Столба. А вот это вход в Оленекскую протоку. Лавируемся в Оленекской протоке. Где-то градусов 60 с одним гротом и полуопущенным швыртом получается ехать. Может 55. Но верш так проходит. Вот. Приближаемся к точке 4. Километров 8 осталось. Может 9. Юго-западный ветер. В принципе, нормально. Полуопущенный швырт. Ну, а вот лодочка противед. Придет. Даже без стакселя. Погода, к сожалению, не испортилась. И мы подошли к берегу на плановую, в общем-то, дневку, которая затянулась у меня на трейд. Здесь зато мы отметили мой день рождения. Привели в порядок катамаран. У него расплелся штаг на встречной и крутой Ленской волне. Так что времени прошло удар. Возьми правее. Правее возьми. Они сваливаются. Валей мы в берег сейчас. Чего куда ездишь? Правее. Правее. Куда, куда? Не левее. Правее. Поселок Усть-Оленек в устье реки Оленек. Здесь когда-то закончила свой путь Великой Северной экспедиции Василия Прончищева. Поселок в состоянии, сами видите в каком. Мы сюда зашли в поисках бензина. У нас его было не слишком много, а путь предстоял еще большой. Бензин мы тут не нашли. Немного помогли метеорологи, которые дали нам 10 литров. Целую ночь мы провели в тепле. А еще метеорологи устроили для нас баню и испекли свежий хлеб. За что им огромное спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Как сказали бы по этому поводу в мифах Древней Греции или в Барландских сагах Вождь Усть-Оленекской метеостанции с почетом принял путешественников. Подарил им дары и устроил в их часть пир. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok После выхода из Усть-Оленека с погодой нам скорее везло. Ветер был в основном попутный, правда очень слабый. Так мы за двое суток добрались практически до мыса Пакса. Восточный мыс Бухты Нордвик. Вот сейчас мы его увидим здесь. Скорость наша, правда, на этом переходе была невысока 5-7 км в час. Поэтому 300 км мы шли двое сутки. В этом месте запросили прогноз на пересечение Хаттенского залива. Прогноз нам сказал небольшой встречный ветер. Действительность оказалась немножко другая. Через 15-20 км ветер поменялся на сильный встречный. И нам пришлось подойти к острову Большой Бедичев. Идти на пересечение при такой погоде было достаточно бессмысленно, хотя и возможно. Все, что мы сумели в этот день, так это пересечь пролив и прийти на стоянку на мыс Нефтяной. Западный мыс Нефтяной. Вот завтрак наш. А может и ужин. Но место того стоило. Оно было не только симпатично и живописно. Оно было очень интересно просто для стоянки. Единственным недостатком этого места был начавшийся шторм. Нам пришлось простоять здесь трое суток. Но время мы даром не теряли. Мы гуляли по тундре, поднимались на маяк, гонялись за оленями. Рядом с нашей стоянкой обнаружилось огромное количество вот таких плоских камней с аккуратными отверстиями. Они очень сильно походили либо на каменное грузило, а некоторые на скребки для разделки дичи первобытных людей. В других местах, кроме нашей стоянки, мы подобных камней не встречали. Улыбочку пошили. Ну-ка, пойдет. В ночь на 11 августа шторм закончился. Мы быстро собрали лагерь и страдовали в таймур. В таймуре было километров 70. Сзади полуостров Хайтумус или как-то его там. Впереди таймур, но я не буду вам его показывать. Это луна, это волна. Да, вот такая вот зыбь. И противный ей ветер. Да еще пролив в течение против ветра. Луна вон, а солнце в другой стороне. Полная луна. Говорят, что в условном луне будет лучше. Говорят, если долго смотреть на полную луну, можно сказать и делать. Ну не надо смотреть, не смотри. А ты почему бесплатно залезать в штате? Здесь не поможет. Ну, если выпадешь, то я тебя подобрать успею. Так что сейчас давай девать. Пересекаем, что-то и мы. Не сама не знаю, того путь позарит, как моя. А лишь к ноте закрою глаза, а то часами кручусь и верчусь. Поскольку у вас нету далекое завтра, как красный горит чупачус. Вновь слышу, сомнение превратно, смейше, раз море зовет. Если пути не найдется обратно, отыщем дорогу вперед. Очаги все стонут и плачут, не ластятся волны. Говорят там корабля. Проходим в тумане, поселок рыбачий, тает уж в дымке земля. Отрастаял в тумане, поселок рыбачий, искорилась из-за виду земля. Таймыр! Благословенная земля! Восточное побережье Таймара. Лагуна реки Новая, устья реки Поперечная. Нам под ней подниматься километров 60 метров на 70 в высоту. Дождей было мало, поэтому речка почти пересохла. И первые три дня были очень непростые. Вот так, по речке-попедичке, шагают бодрочевальнички. Рождены, чтоб сказку сделать былью, Чтоб ядовитый, одолеть простой. Творец нам дал ни разум и ни крылья, Кота Маран дал парус и мотой. Рождены с тобою не для скучки, Чтоб содрогнулся просвещённый мир. Творец нам дал стальные руки-крюки, Кота Маран тащи через таймы. Всё выше и выше и выше, Меандр, перекат, полёс и бород. Но с каждым сантиметром ближе, Очередной поворот. Мы так давно с любимыми в разлуке, Но мы привыкли биться до конца. Ведь есть у нас не только наши колюки, А ещё стальные яйца смелые сердца. Воды в реке давно уже не стало, Дождей всё нет, хоть осень на носу. Но, как б сказал, не всё ещё пропало, Пора порезать к спирту колбасу. Всё выше и выше и выше, Гнездоем непуганных птиц. Пусть каждым усилием лишним Закаляются в сталь ягодицы. А заедаем мы куракой. Вот так и живём. Вадим, скажите что-нибудь. Не могу я ничего говорить. Курю я. Наконец, к исходу третьих суток нашего подъёма, Пошёл дождь. Шёл он всё нос. А река тут же развелась, распухла. И нам в чём-то стало проще, В чём-то сложнее. А на моторе тоже иногда получается. Метров на сто. Но не очень часто. Израсходили, по-моему, пол-литра пока. На всё литра. На все 20 километров, чтобы проехали. Вань, 19 километров осталось. Я так понимаю, за 5 часов мы доберёмся. Быстрее, чем под мотором. То есть, тянешь лучше, чем 3,5 лошадиных силы. Продолжайте в том же духе. Выходим на финишную прямую. Километров 10 до озера. Может быть, 12. Утро. 16 августа. Продолжаем конечить водку. А, 4 утра. Пол-пятого. Продолжаем конечить водку. Осталось 10 километров. Речка, внезапно, стала очень добронравной. Я, кем я её улучшил. Улучшил что-то. А в детстве они все добрые, пушистые, ласковые. Вот и речка такая же стала. Она, конечно, сузилась. Но глубины нам хватает. Рекаты, тьфу-тьфу. Детские. В общем, было гадать. Идём практически 3 километра в час. А не 3 километра в день, как это было. Первый день. Всем пока. Ну, достигли мы озера Поперечного. Через которого лежит волк на озере. Путь и затурк. Затурк и патрон проточник. Озеро выглядит довольно мрачно. Ну, а жизнь какая! И выше. Гони с довьем непуганных птиц. Пусть каждым усилием лишним Закаляются встали ягодиц. Спустилась ночь во мгле пугасные звуки. Катамаран тащить уже не умочь. Мы как во сне сжимаем наши крюки. Ведь кроме них нам некому помочь. Да ли достало, да не осталось мало. Сыпает снег и кровь не горяча. Но Кэп сказал, не все еще пропало. К мотору в зипе есть еще свеча. Но Кэп сказал, все выше и выше и выше. Вновь полет, далека поворот. И за поворотом я вижу Раздельное озеро. Вот. Вперед же к озерному краю К истокам таинственных рек. Я другой такой страны не знаю. Где так больно дышит человек? В общем, опять сели. Мы заброшу. Ну вот, первые 20 километров по реке Кутадояму. Она такая забавная речь. То есть не сказать, что совсем не течет. Есть большие плесы, а есть подряд несколько перекатов, где в проводку идем. Погодь сегодня первый день. Солнышко. После недели с ним разлут. Прикольно. Овцы быки тут гуляли целое стадо. Ставили львичьих гусей. Пытались забить веслами, но они все нырнули вовремя. Ну ничего, еще попадутся. Ладно, дальше снимать, я думаю, не будем. Общая идея понятна. Их тут очень много. Лево, лево, лево. Что здесь? Сейчас побольше будет. 203 будет. 10,5 сейчас будет. 11,4. Ну что, будем за гусями гоняться? А вон товарища привел. Подругу, вернее. истая цена. Фильм. Продолжение следует... 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 Вот ладель этих двух чупакабр, камбус, небольшой костерок и странное плавсредство, на котором они сюда доплыли. Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok В Диксене мы провели три дня, бензина не нашли, но зато нас пригласили на борт буксира, который собирался идти в Дудинку. Мы очень хотели успеть на теплоход, который отправляется из Дудинки 21 сентября. Сейчас подхватим нашу боржу и потихонечку пойдем. Попутный ветер сегодня буксирует. Намбан тоже был попутный, но вот даже через Устский пролив приходит довольно крупная зель. То есть море сегодня было бы довольно неуютно, хотя идти можно было бы просто. Но ничего, редакция неплохо получилась. Рейд села Караул. Мы на буксире механик Маклаков. До сюда добрались. Сейчас решается вопрос, пойдет он дальше или дальше нам двигаться своим ходом. Но пока все отлично, погода улучшает. Ё-моё! Здорово! Я высоты боюсь! А я нет! Возьми! Вот первые кушты появились. Это под Караулом. В 10 километрах к северу от него. До Дудинки до 75 километров. Будем надеяться, что наша предпоследняя стоянка. Это Иван. Скажите мне что-нибудь, Иван, где вы находитесь? Что вы здесь делаете? В Дудинку еду. В Дудинку еду. Возвращаемся. Дудинка, однако. Корабль возвращается по реке от полуночных стран. Корабль поднимается, Разгуляет же ветер волнам. Супоратив течения, Кормщика ждет верная жена. А возвращение Ждет, пождет любимая жена. Возвращение Ждет, пождет любимая жена. Вот так 22 сентября в Дудинке и закончилось наше путешествие. Нам предстояло несколько дней дожидаться отправления пассажирского теплохода Александра Матросова в Красноярск. А пока что мы гуляли по городу, разбирали катамаран и готовили к перевозке наше снаряжение. А теперь, пожалуй, самое время для подведения некоторых итогов. В путешествии мы находились в общей сложности 67 дней. Полная длина маршрута составила 4 375 километров. Катамаран Негордый прошел по курсу около 3900 километров, менее чем за 30 ходовых дней. Пожалуй, плавание такой протяженности и сложности на совсем небольшом туристическом парусном катамаране по арктическим акваториям совершено впервые. Отмечу туристическое первопрохождение большого участка внутреннего Таймыра. Так что можно сказать, что теперь для туристов и путешественников открыт новый путь через Таймыр. От лагуна реки Новая через реку Поперечная до озера Таймыр с удобным волоком между водоразделами. Кроме того, был собран обширный научный материал в виде образцов растений для последующего исследования загрязнений Арктики. Мы весьма признательны Ленским и Енисейским речникам, сотрудникам Усть-Оленекской метеостанции за помощь и теплые отношения к нам. Мы благодарим Наташу Панкратову, предоставлявшую нам метеопрогнозы и анализы ледовой обстановки. А также Веру Кочину, Антона Чехитиани, Николая Рязанского, Александра Буракова и Петра Сламинского за консультации и помощь. А еще за долготерпение, горячую поддержку и веру в нас. Огромное спасибо нашим родным и близким. Огромное спасибо нашим родным и близким. На заре летний ветер стучит синим тюльмом в стекло. На заре утро дремлет, привычно у ней на груди. На заре первый стриж прокричит, расправляй крыло. На заре ты подумай, но все же ее разбуди. Ты есть сонный, отвесишь, прощальная чему. Ты услышишь в ответ, возвращайся, люблю. А потом ты привычно шагнешь за порог, к ветру, к морю, Заждавшемуся корабел. Ветерком в облаках, тонкой пены, по гребню волны. Ты по жизни скользишь, увлекаясь, теряя, любя. Кто-то мудро, могучий, уставший от вечности и тишины, С виноватой рукой глядит из тебя на тебя. Отчего же душа, ясный мой, Моя отрит, все трепещет, подобно осенним листам. Поется огненной птицей, в алмазной твердке приходит. Ответ ты же знаешь, все сам приходит ответ. Раз уж чейкую стоит, эрвится душа, Раз уж жизнь удивительная, нехороша, Раз уж кажется сном, что нечем дышать, На уютном чужом берегу. Знаешь, ныне пресно, Во все времена есть на свете страна, Всем известно, как нам. Там за мысом мыс и за стеной стена, За волной волна, а за спиной спина. Ночи там редко нежна, Парить совсем не нужна, А удача важна. Но никому не должна, Вот тебе, брат, туда, Что вступай себе на, Я добраться тебе помогу. Занесет вас кривая, В лихие края, Бац, корабль перегружен, Бац, шторм, ой-ля-ля. Вам покажется, Недостижима земля, Вам покажется, Кончен ваш путь. Тут как раз и случится, Подмога моя, И попрыгают крысы, За борт корабля, А корабль облегченно вздохнув воля, Придумно, В море тонуть. Вот она, Военна, За стеной стена, За волной волна, За спиной спина, А за мысом мыс, Что же? Привет, ты пришел, Все закончилось, Видишь, Получил хорошо. А потом Пойдем домой, Ты, да я, Да я, да я, да ты. Да мы с тобой По морю, Да по реке, При поплутном ветерке, Размешается подхар, Сусповельный утренец, Во все времена, Для тебя, брат, Закончится все Хорошо. Вновь случится заря, Теплый ветер вновь прянет стекло, Утро вновь прикорнет, Как всегда, У нее на груди, Назарев лишь расправит В полете Тугое крыло, Разбуди ты ее, Назарев ты ее разбудил. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok